В этом уроке мы будем изучать очень интересный, очень плавный, очень нежный фотошоп-инструмент. Это градиент. Между прочим, этот инструмент даже в какой-то степени философский. Как говорил Макс Хиггер, владелец сайта Smart Responder, все в нашей жизни происходит по градиенту. В общем-то, он прав. Все в нашей жизни происходит постепенно, плавно, одно переходит в другое. Так и этот инструмент. Посмотрите на настройки данного инструмента. Если мы кликнем по этой стрелочке, то увидим, что здесь представлены наборы градиентов. Вы можете выбрать любой и применить. Кроме того, если перейти по этой стрелочке, то можно создать новый градиент, переименовать градиент, удалить градиент. Вы помните, что также мы работали с кисточкой. Это настройки миниатюр и снова управление наборами. Очень важная опция, где можно загрузить какой-то градиент, но также можно загрузить и с помощью команды, которая находится чуть ниже. Восстановить градиенты означает, что команда восстановит градиенты, которые здесь стоят по умолчанию. Чтобы более наглядно нам посмотреть, давайте выберем набор с градиентами, допустим, металлик. Нажмем «Добавить» к существующим уже. Выберем еще какой-нибудь набор. Посмотрите, какие нежные градиенты здесь. А теперь выберем команду «Восстановить градиенты». Они восстановятся до прежнего состояния. Давайте добавим градиент в пастель и поработаем с некоторыми из них. Откроем палитру слоев, создадим новый слой и применим этот градиент. Сейчас, как видите, весь слой залился сплошным градиентом. Но мы можем изменить параметр непрозрачности данному градиенту. Наше изображение покрыто теперь такой прозрачной цветной пенкой. Довольно интересный эффект. Как можно создавать свои градиенты? Щелчок левой клавиши мыши и, пожалуйста, окно «Редактор градиента». Тут как тут. Вот полоса градиента, которую вы будете сейчас редактировать. Здесь нижние ползунки в виде флажков таких отвечают за цвет градиента, а верхние флажки отвечают за прозрачность градиента. Сейчас мы увидим это все на примере. Лишние значки вы можете выделять, то есть челкать по ним и удалять. Удаляем и удаляем. Давайте зададим крайние цвета градиента. Щелкаем по контрольной точке, переходим на цветовую палитру и задаем цвет. Нажимаем «Да». Теперь у нас в левой точке фиолетовый цвет, а в правой контрольной точке цвет будет какой-нибудь другой. И нажимаем «Да». Вот вы самостоятельно создали градиент. Как видите, здесь есть еще один вид ползунка. Это средняя точка цвета. Передвигая ее, граница градиента становится намного резче. Это лучше будет видно, если мы добавим еще один флажок. Как добавлять? Вы, наверное, заметили. Я подвела к полоске градиента и щелкнула по пустому месту. Теперь давайте этому флажку зададим белый цвет. Вот сейчас эти средние точки покажут себя во всей красе. Должно быть, вы видите, каким резким становится переход от одного цвета к другому. За это и отвечает средняя точка. Таким образом, можно поменять цвет градиента. А как изменить его прозрачность? Щелкнем по контрольной точке непрозрачности. И в данном окне изменим параметр. Допустим, 50%. Как видите, здесь появилась шахматка. Что означает непрозрачность? Здесь тоже существуют средние точки, которые мы можем варьировать. И так же, щелкая по правой крайней точке, меняем непрозрачность 70%. Вот, градиент готов. Если вы хотите сохранить ваше творение, то вместо имени заказное напишите «Мой градиент» и нажмите кнопку «Новый». Ваш градиент определился. Нажимаем «Да». Теперь ваш градиент уже готов к использованию. Но если вы, например, выбрали какие-то другие, то вы сможете спокойно к своему вернуться. Вот он. Давайте его применим. Убираем данный слой, удаляем. И создаем новый. Протягиваем градиент. Результат налицо. Продолжаем рассматривать настройки градиента. Следующие пять кнопок означают вид градиента. Сейчас мы рисовали линейным градиентом. Но бывают еще радиальный градиент, кунусовидный градиент, зеркальный и ромбовидный. Как они себя ведут? Создадим новый слой. Возьмем другой градиент. Вот такой. Да. И попробуем порисовать. Радиальный градиент. То место, откуда вы начинаете вести градиент, будет центром градиента. Где вы его заканчиваете, это будет его внешний круг. Давайте проведем градиент ровно из центра к внешнему краю. Вот теперь у нас получился ровный круг. Посмотрим, как ведет себя конусовидный градиент. Снова. Лучше всего ввести из центра, чтобы получился ровный конус. Вот такой. Здесь получается резкий край. Затем цвета плавно огибают. Вот так выглядит конусовидный градиент. Попробуем зеркальный. И ромбовидный. Думаю, вы поняли, в чем отличие этих видов градиентов. Чаще всего, естественно, используется линейный градиент. Здесь вы можете менять режимы. Непрозрачность. Инвертировать градиент. Посмотрите, что происходит, если мы выбираем настройку инверсия. Цвета меняются местами. И еще запомните одну вещь, что левый край градиента соответствует началу градиента. Откуда мы начинаем ввести? Если мы ведем линейный, то начинает с желтого и заканчивается синим. Или наоборот, сейчас начинается с синего и заканчивается с желтым. Это нужно знать и помнить. Еще помните одну вещь, что какой бы цвет вы не выбирали в качестве основного, в настройках всегда будут следующие градиенты. От основного цвета к фоновому, что соответствует тому, что сейчас у вас в палитре цветов выбрано, основной синий и фоновый белый. Также обязательно будет градиент от основного к прозрачному и черно-белый. Без этих трех градиентов никуда. Если вдруг вы не находите данные градиенты, перейдите по данной стрелочке и нажмите команду «Восстановить градиенты». Нажмите «Да» и все у вас выровнится. В этом же уроке мы поговорим еще об одном инструменте. Это инструмент «Заливка». «Заливка» – достаточно простой инструмент. Щелкая по документу, по слою, вы заливаете его сплошным цветом. Какие у этого инструмента есть настройки? Здесь можно заливать основным цветом или узором. Если выбираете узор, то здесь вам нужно также указать, каким узором произойдет заливка. Понятно. Здесь можно менять режимы, непрозрачность, допуск, сглаживание. Это вы уже знаете. Оставим основной цвет. Еще вам следует знать, что в меню «Редактирование» есть такой параметр «Выполнить заливку». Заливку вы можете выполнять не только с помощью инструмента, но и с помощью команды из меню «Редактирование». Выполнить заливку. Появляется диалоговое окно. Здесь вы можете выбрать цвет белый, основной, сейчас это синий, фоновый, зальется тогда белым, или цвет нажать. Тогда появится палитра, где вы можете выбрать цвет. Далее, здесь параметр можно выбрать узор. Далее черный, серый 50% или белый. И, конечно же, режимы «Непрозрачность». Вот такие два простых забавных инструмента мы прошли в этом уроке. Жду вас в следующем уроке. До встречи!